Да, но не сегодня Здесь такие маленькие домики Здесь вот мое спальное место Не знаю, как я буду спать сегодня Ну, надеюсь, не буду Потому что я ночью поднимаюсь на эту гору Вот, и встречу там рассвет Будет здорово Ребят, у меня тут есть кое-что Something-something Кое-что Называется дуриан локальный Такой вот он маленький Размером с мою голову У меня есть еще кокос И я пыталась открыть Еще один кокос У меня пока ничего не получилось Видите, я здесь немножко наковыряла Но у меня ничего не получается Да, я немножко устала И, если честно Просто хочу сказать Вот никогда не ведитесь На низкую цену Вот просто, пожалуйста Я вам говорю, не ведитесь Потому что я вижу, там есть виллы Они прям, наверное, супер Потому что я просто заплатила мало денег За то место, где я сейчас останавливаюсь Здесь просто очень ярко Я еще щурюсь по этому Да, я остановилась в месте, где очень плохие условия Ну, как бы, за эту цену Наверное, норм Вот, вот так вот видно все Да, поэтому я сейчас буду есть свой дуриан Надо будет, наверное, заснять Как я его открываю Вот, если вы можете слышать этот звук Как будто сирена какая-то Это вот Звуки джунглей Не знаю, что здесь ночью творится Потому что, ну, гора здесь все Это дикая природа Вот Думаю, что я сегодня буду спать с москитами С... Как их называют Куча муравьев Класс Это то, о чем я всегда мечтала Ребят, это оказалось не то место, где я была То есть, теперь я вообще Вот, смотрите, я в палатке И, мне кажется, с сегодняшнего дня Начинается просто моя игра на выживание Потому что Это походные условия Я никогда не была в таких условиях И я думаю, что здесь ночью будет просто ужасный дубак и холодно Потому что это, блин, горы И я не знаю, я просто сейчас съем Я съем свой дуриан Потому что мне нужно порадоваться чему-то хотя бы Вот Но это ужасно У меня столько вещей И я иногда хочу просто сказать Что, типа, fuck my life Вот Потому что это ужасно, сколько у меня вещей И Ничего с того момента, как вы меня видели в последний раз Не изменилось Я по-прежнему уставшая И На самом деле ужасно просто Ну, зато в палатке Вот такой вот здесь красивый вид Я думаю, что утром Ой, утром будет очень здорово Особенно Ну, завтра я иду на трекинг Вот Вот туда Вот И, ну, в принципе, очень красиво Вид просто потрясающий Но Какой ценой Это просто Не знаю Я сейчас Съем свой дуриан И Буду чувствовать себя, надеюсь, получше Потому что иначе это Это Ужасно Вот Вот видите, так выглядит Палатка Вот так вот ты выглядываешь А там вот Там вот я, наверное, потом туда поеду Арендую байк И доеду туда сама Вот Ну, в общем, очень красиво Но На природе Вот, естественно Это, опять же Я хочу сказать, что это походные условия То есть, если вы Не готовы ночевать в палатке И еще где-то То Если вам нравятся отели и прочее Вот, пожалуйста А я решила вот Сделать так Ну, это, конечно Это незабываемый опыт Вот Я вся красная Потому что я тащила все свои вещи Внимание У меня вещей просто куча Вот Еще сумка с едой Ну, че, все будет нормально По крайней мере По крайней мере Я Счастлива Наверное Так Ребята Вместе открываем дурян Я никогда в жизни Где-то мой нож Не открывала дурян Сама, во-первых А во-вторых Вот таким ножом В общем, дурян выглядит Вот так Такой вот Надеюсь, он хороший Внимание Я хочу сначала сделать фотографию Вот А потом уже я к вам вернусь Хорошо Давайте, пожалуйста Откроем наконец-то этот дурян Потому что Ну, я надеюсь Что он будет норм Ну, по крайней мере Должен быть В любом случае Вернусь потом к этим Я открываю его неправильно Ребят Блин Как бы так сделать Чтобы вам было видно В общем, его открывают Немножко не так Ну, небольшой нож Мачете И вы там его Вонзаете, так сказать Во фрукт И потом Блин Уже все грязное И потом Вы как бы его открываете И едите Вот Но, конечно же Вам ничего не видно Поэтому я вот так вот Сейчас опущу Это реально Это палатка Так что вот Я вот так вот Его открываю Он еще колючий Как вы можете знать Или не знаете Если вы никогда Не пробовали Дурян То Открывается он вот так Ну В идеале Потому что У меня нет Ножа Большого Он открывается Как цветок Вот По сути Так он и пахнет Кстати, для меня Пахнет как цветы Что-то сладкое Вот, кстати Здесь вот уже О, смотрите Ура Сейчас будет здорово Сейчас, сейчас, сейчас Смотрите, ребят Смотрите Блин, если она кажется плохой Я не знаю, что я сделаю Вот, смотрите Я как будто Подарок новогодний Открываю О, маленький совсем Вот Слушайте Слушайте, ну пахнет он Не очень Почему-то Обычно он для меня Пахнет чем-то сладким Сейчас пахнет Как что-то Луковое Не знаю Сейчас давайте попробуем В общем, так выглядит Дурян Сейчас я вас подниму Чтобы вам было видно Меня Первый кусок First bite Ну, это точно Локальный дурян Потому что он вкусный Вкусный, сладкий То, что надо Хороший вопрос Только Почему он так Запах странно В самом начале Ну, я не знаю Что там разговаривает Я не знаю Если вам слышно Разговоры сверху И Каких-то цикад На фоне Но It is what it is Короче, здесь куча мух Потому что там еще коровы Натуральное хозяйство Здесь у ребят Блин, ну Нормально Я уже такая Типа привереда Ну, нормально Ну да Не лучший дурян В моей жизни, конечно Но Прикольно Я такое еще не ела Сейчас сделаю Фотографию Потому что У меня есть Фотографии всех дурянов Которые я Когда Когда-либо пробовала Ну, практически Внимание Не так много Но Для меня уже внушительно Ну, нормальный дурян Ну, такой Легенький Легенький Текстура Не жирная Самое главное Что локальный Класс Я сейчас увидела Там летают Две птицы Наверняка Это хищные птицы Такие, знаете Как Кондоры Только не кондоры Ну, короче Вот так Прикольно Сейчас мы Кроем его Ну, я ничего не ожидала Если честно Я не ожидала Что здесь будут Какие-то огромные Кусманы Вот Он так вот выглядит Маленький Совсем Тут немножко Даже вот Влага есть Как сказать На что похоже В этот раз Ну, такой Ванильный крем Ванильный крем Не более И вкус Не ярко выраженный Такой, я бы даже сказала Немножко Более водянистый Более водянистый Чем обычно Но после такого Стрессового дня Который у меня был Это идеально Так что Все ок В общем, да Такой вот Такой вот Дурьян Но он маленький Совсем Он меньше Чем моя голова Даже Так что, да Надеюсь Вам понравилось Это видео Как я ем Дурьян На вершине горы Так и назову Этот видос Там еще осталось А знаете Как конфетки Да Как семечки Можно есть Можно есть Нормально Так сказать Пойдет Куда я приехала Блин Чувствую себя Как Этот мужик Из телепередачи Что-то там Дикая природа Или Поедем вместе Что-то По НТВ По-моему Когда-то там Сто лет назад Шло Вот О боже Ребят Смотрите Вот Я реально Вышла Из Из палатки Здесь вот Есть Мусорка Классно Я так засняла Вам все Вот Так вот Это все выглядит Там какая-то Смотровая площадка Зацените Завтра Наверное Вот туда Вот съезжу Очень Ничего Так Это вот Другие палатки Но они Получше Кстати Выглядят Как домики Вот Пойдемте Посмотрим Что там Есть Еще У них Внизу Спускаться Конечно Ебанно Немного Здесь Вот такая Вот Дорожка Еще Какая-то Дорожка Тут есть Качели Внимание Здесь есть Все Кроме Душа Почему Нельзя Было Сделать Душ Не Понимаю Ну Это Конечно Более Такие Более Лакшери Апартаменты Вот Здесь Можно Фотки Сделать Еще Что-то Не понимаю Чего-то Орет Все Ремя А вот Вы Видите Кстати Вот Здесь Вот Вот Эта Вот Чай Она Более Темная Это Наверное Как Вулкан Извергался Такая Вот Штука Здесь Можно Готовить На Природе Конечно Очень Красиво Очень Здорово Мух Дофига Вот Блин Очень Классно Очень Красиво Вот Это Мне Очень Нравится Вид То Что Я Говорила Смотрела Площадка Вот Вид Такие Вот Вот Мне Вот Здесь Жить А не В Моей Вот Этой Маленькой Халабуде Вот Такие Вот Дела Куда Я Приехала Просто Ладно Ребят Спасибо Что Вы Смотрели Это Видео Оно Будет Очень Маленькое Там Около Десяти Минут Да Девять Вот Поэтому Спасибо И Вам Приятного Аппетита Если Вы Ели И Не Обращайте Внимания На Бэкграунде Эти Звуки Так Что Вот Надеюсь Вам Понравилось Телефон Конечно Совсем Не Передает Качество Я пытаюсь Что-то Сделать Но Не Получается К сожалению Такое Здесь Вид Ребят Горы И Закат По-моему Вон там Вот Где-то Очень Красиво Господи Когда Они Перестанут Ребят Вот Честно Не соврать Я Только Что Начала Снимать Видео То есть Только Я Ничего Не Делала Никаких Звуков Не Было Все Все Стихло Привет Ребята Меня Тут Саша Редкая Если Вы Первый Раз На Канале Добро Пожаловать В В этом Видео Я Хочу Вам Рассказать О том Как Я Поднималась На Гору Или На Гору Вулкан Слэш Я Не Знаю На Батур То есть Если Я Сейчас Об Этому Вам Не Расскажу Потому Что Я Уже Я В Путешествии Я Уже Уехала С У Меня Очень Максимально Странная История Восхождения На Эту Гору Все Началось С того Что Я Поехала Из Убуда Я Выехала Со Своей Виллы Я Поехала Со Всеми Своими Вещами Я Поехала На В Район Кинтамани Это Такой Район Горный Где Вас Просят Заплатить 50 тысяч Рупий За Просто За То Что Вы Заедете Туда На Тачке Или Неважно На Чем Скутере Вы Едете У меня Чешется Глаз Да Вас Попросят Сначала Заплатить 50 тысяч Рупий Это Я Не знаю Сколько Это Точно В Рублях Но В Долларах Это Сколько Это В Долларах Короче Это Немного Извините У меня Ужасно Я Не могу Вспомнить Числа Потому Что У меня Уже Другая Валюта В Я Решила Жить В Кемпинге Но Я Думала Что Это Будет Немножко Цивильный Кемпинг Но К сожалению Это Оказалось Не Так Но Мое Пребывание Было В Принципе Неплохое Изначально Я Пришла Не В То Место Потому Что Есть Один Кемпинг Который Наверху Находится Чуть Повыше А Мой Оказался Пониже Виды Оттуда Были Лучше В Моем Кемпинге И В Общем Я Прихожу Никто Не Говорит По Английски Нормально Я Говорю Да Здравствуйте Все Я Заезжаю Да Все Пожалуйста Вот Ваши Апартаменты Спасибо Казалось Что Это Не То Потом Мне Пришел Я Спросила Можно Ли Мне Подняться На Гору Есть Ли Гид Да У Нас Есть Друг У Нас Есть Вообще Супер Приходит чел, начинает мне рассказывать про свои услуги Он попросил с меня 900, я, по-моему, заплатила 960 тысяч Это типа, это около, это 50 с чем-то Нет, 950 тысяч, да, это около 50 долларов Вот, но мне потом сказали, что это очень дорого И что с меня просто взяли конскую комиссию И я такая, класс, потратила 50 долларов на экскурсию Но оно того стоило на самом деле И, ну, как бы, окей, все в порядке В общем, да, потом, значит, этот чел приходит Все, я заплатила заранее Маршрут в себя включает поднятие на гору Там, какой-то завтрак, если вам надо кофе, чай Я это не пью просто И я попросила, можно, пожалуйста, мне фруктов И все, больше мне ничего не надо Ну, вот, мне сказали, да, да, вообще без проблем, все, супер О, боже, я так пыльно, у меня чешется нос, простите Да, в общем, потом, значит, он уходит Потом приходит через полчаса и говорит Слушай, мне тут сказали, что ты вообще не в том месте Тебе ниже нужно было прийти Я такая, блин, а я уже начала разбирать вещи Я уже начала все делать Я такая, класс, в общем, переехала я в свой кемпинг Вот так вот выглядели виды Вот я сейчас покажу здесь все картинки Я думаю, вам понравится Вот, и на следующий день я встала в 2.30, потому что в 3 часа ночи Нужно было встретиться Гид за вами заезжает Максимально... Это очень странно, потому что... Ну, гид плохо говорит по-английски Он понимает, говорит, но очень плохо И поэтому мне не очень... В тех странах, где никто меня не понимает То есть, блин, ребят, я и так говорю на трех языках Я говорю на русском, на английском, на испанском Я, кстати, неплохо говорю на испанском Так, никто... Не похвалишь себя? Никто не похвалит Сам себя не похвалишь? Никто не похвалит Вот Еще я на французском немножко говорю И неужели вы не можете говорить со мной Хотя бы на одном из этих языков, ребят, пожалуйста Вот И после, значит, заехали за мной в 3 часа ночи В моей группе было еще 3 человека из Германии 2 пальчика и девушка Все моего возраста То есть, мы все молодые, крепкие Ну, видимо, они молодые и крепкие А я просто суперслабая Я не знаю Я была очень вовлечена в спорт в последнее время Я бегала, я занималась Я занимаюсь йогой, я все делаю Но на гору мне было очень сложно подняться Вот Эти ребята тоже какие-то странные Они вроде бы сначала были норм Ребята из Германии То есть, ну, должны быть нормальные Из Европы, все супер По-английски говорят, но между собой они говорили на немецком Поэтому я немецкий вообще не понимаю Там несколько слов, которые более-менее похожи на английский Но это все, это мой максимум В общем, да, мы вроде с ними как-то более-менее пообщались Но потом началось что-то странное Когда мы начали подниматься Значит, гид молодой был Все нормально Другой гид То есть, сначала вот чел, который все этот менеджментом занимается Вот ты ему платишь А был еще молодой гид Он сказал Мне 20 лет Я просто такая Почувствую себя старой Вот И в общем Этот гид, значит, мы все пошли Это было где-то примерно через Ну, 40-50 Вот И у нас было, а-ля, там 2-2,5 часа Чтобы подняться на гору Чтобы встретить рассвет, так сказать И там сделать завтрак Иметь завтрак на горе В общем Все было нормально То есть, когда мы начали уже подниматься, все хорошо Там были более-менее нормальные Более-менее нормальная дорога была Были грядочки Все Вот это очень красиво Звезды, кстати, было видно Очень-очень красиво Ради этого я реально встала Ночью Все Вот я уже была готова Первые мои трудности начались тогда Когда дорога перестала быть дорогой И там были просто камни Там был какой-то песок Вот это вот все Вулкан извергался в 2000-м году Вот И Видимо, с того момента Никто там ничего не делал Вот Потому что дорога была просто Вот такая вся искореженная Была куча камней Песка Мусора, кстати, не было Мусор, видимо, там все собирают Второсерье Вот это все Чистенько было Вот Ну, конечно, столько платить И еще и за вход И то, и другое В общем Я понимаю, что На середине где-то пути Я начинаю отдаляться от моей группы Потому что они все Убегают Они все полны сил Они могут подниматься Мне кажется, они просто Вот Немцы были опытные Я думаю, что они Ходили в много Кемпингов Нет Трекингов Они делали много И Поэтому они такие Вот Я не знаю Я вам потом один инсайт расскажу Вот одну вещь, которую я заметила То, что меня от них отличало Когда мы поднимались на гору Вот То есть у меня закончились силы очень быстро Вот Может быть, потому что я Была уставшая Может быть, потому что я не спала Прикиньте, встать ночью Чтобы пойти на гору На огромную Где невозможно нормально ходить Ребят У меня были трекинговые Мои кроссовки Я просто вот Они в который раз спасают мою жизнь И Это одна из лучших Вообще инвестиций В моей жизни Я их обожаю Просто Спасибо, что Купила их себе Сама тогда Так вот Эти чуваки Постоянно меня ждали То есть я такая Говорю, блин, ребят, извините Даже один чел Вот немец Который Он говорит Давай я понесу твою сумку Я такая Чувак Он такой Мне не сложно Я такая Ладно, давай Понес мою сумку То есть я уже Я без вещей Я иду вообще нормально И потом Значит уже Мы прошли половину Больше половины Я понимаю, что все У меня заканчиваются силы Они уже там Ушли куда-то далеко Но они меня ждут Они идут И ждут Вот И поэтому они могут отдыхать А я иду все время То есть я поднимаюсь Я все время в пути Гид уже мне такой Говорит Давай руку Я тебя поведу Я такая Спасибо Я уже там И вел меня за руку Гид просто вот так вот Волок меня Наверх Это ужасно В какой-то момент Я просто Встаю И сама себе И про себя думаю Господи Просто бросьте меня здесь И я просто хочу Лечь На камень Там был огромный камень Я такая про себя думаю Блин, господи Я хочу сейчас лечь На этот камень И начать рыдать Потому что знаете Когда вы делаете Если вы занимаетесь в зале То есть Я ненавижу заниматься в зале Поэтому я туда не хожу Если вы занимаетесь в зале И вы например Перетренировались Но вам нужно еще тренироваться То есть вы не выполнили Там условно свой план Или еще что-то Вот у вас бывает Такое чувство Что вы Через силу пытаетесь делать Но вы не можете Вот так и я не могла У меня Все мои Ляжки Вот эта вот Вся часть Вот эта вот Бедра У меня просто Начало их сводить Потому что Когда ты поднимаешься Условно там По лестнице Это еще нормально Вот Но когда ты поднимаешься По камням Которая Неровная Неровная поверхность Это просто было Это было ужасно Это было Просто одно из самых худших То есть у меня уже были Такие моменты Когда я куда-то поднималась И я не могла Без отдыха Потому что это было Ну ужасно Я иду И у меня ноги просто сводят У меня Ну не то что прям Судрога в ногах Это вот где-то вот мышцы Они как будто Они как будто затвердевают И не работают больше То есть икры нормально Все это ок Эта часть нормально Вот то что выше колен И где-то примерно До тазобедренной косточки Это все Это ужасно было Я не могла нормально Пошевелиться Но Все нормально То есть мы дошли Я с горем пополам Я просто иду такая уже Просто Пожалуйста На конец Вот Но я Опять же Вот я вам рассказываю Что я заметила Я заметила то что Мой нос Все это время Вот все мои носовые Вот эти пазухи Они были чистые У меня Не было ни одной сопли Не знаю как это сказать Да у меня не было Ни одной сопли Когда я поднималась наверх У немцев Они постоянно Высмаркивались Они постоянно У них была Вот эта вот слизь В носу И я это заметила Вот Поэтому Не надо мне говорить Ребята Что если я на чистом питании То я поэтому слабая Вот Мне кажется просто Эти ребята Мне что-то недосказали И у них все-таки Есть опыт А у меня практически Опыта этого нет Несмотря на то что Я живу Здоровый образ жизни Веду У меня Нет никаких Супер болезней Я не знаю И все в порядке Меня даже гид спрашивает Ты не куришь Я такая Нет Я говорю Я уже давно не курю То есть Я никогда особо Не курила То есть я пробовала Но Я не могу сказать Что я прям это делала На постоянной основе И сейчас у меня вообще все У меня чистые легкие Все супер Вот Он говорит А я курю И такой И говорит Кочешь сигаретку Я такая Чувак Нет Я даже разговаривать сейчас Не могу Потому что у меня отдышка Вот И в итоге он там На вершине покурил И я просто такая Типа Чувак Что с тобой Прикиньте То есть Настолько Прикиньте Подниматься каждый день на горы Уже Все нормально Вот И он там нормально прыгал По этим камням Как Как эти Олени Которые Вот эти горные олени Горные козлы По-моему Я не знаю Но в общем В любом случае Поднялись мы на вершину Мне там сделали кучу фотографий Я сделала кучу фотографий Я Буду Поль-менее Прикреплять их сюда Наверное Вот И очень здорово Там Опять же Из-за того Что это вулкан Там есть Вот этот пар Все эти гидропроцессы происходят Все очень здорово Ребят Вот если вы когда-нибудь задумываетесь о том Чтобы Пойти на эту гору Пожалуйста Идите Это моя рекомендация Реально Это просто маст Вот Маст хэв Просто подняться Почувствовать это Я бы Сделала медитацию Но Там очень много людей было Я Ее нужно делать Когда Ты один Вот И потом Короче Мы спускались Спуск был вообще Изи Отличный Отличный спуск Там Вы спускаетесь С другой стороны По вот этим вот Пескам Не по камням Вот И Все нормально Все было в порядке Что еще А потом мы пошли На эти На Источники Да Это был такой А-ля Там было Три бассейна Никто мне не сказал Взять Как его Купальный костюм Потому что Я спрашивала Старого вот этого Гида Мужика Типа Чувак Мне нужно принести Что-то экстра Мне нужно принести Что-то особенное С собой Он такой Скал Нет Все нормально Вот И он Потом он Приперся Потому что Он нас возил На тачке Он такой Говорит А ты что не купаешься Я такая Говорю Ты мне не сказал Принести Костюм Купальный Он такой Ну вообще-то Это самой Разумеющейся Поэтому я не сказал Я такая Чувак Ну блин Как бы Я первый раз тут Что ты от меня хочешь Ну вот в итоге Я просто помочила ноги Нам принесли Арбузный сок Просто Супер коктейль Без сахара Было все отлично Это я Ставлю плюсик За это дело Вот А потом он отвез Меня домой И сказал Все пока Вот Это было Мое восхождение На Батур И В принципе Мне понравилось На самом деле Но я думаю Что это Мое последнее Такое Супер Экстремальный Такой трекинг Потому что Мне было реально Очень плохо Но я думаю Что если у вас Есть опыт И если вы Как-то Имеете какой-то Бэкграунд В восхождении На горы Вам будет норм У меня Я реально Я не знаю Почему у меня Закончились силы Я все-таки Списываю это на то Что я Плохо спала Вот Потому что я долго Не могла уснуть еще Я легла в 8 часов Чтобы встать в 2.30 Ребята Вот И обычно мне 5-6 часов За глаза хватает Чтобы выспаться Но в этот раз Так вот получилось Я не знаю Вот Может быть потому Что у меня ноги Слишком тяжелые Мне всегда было тяжело Вот это все делать Там приседания Подниматься Вот это пресс качать Мне всегда было сложно Зато Прекрасная растяжечка Йога Это все мое любимое Вот Стретчинг Особенно Очень классно Мне помогает Растяжка Вот это все Супер Вот видите Какие-то люди хороши В одних вещах Но в других Не очень И это нормально Так что вот Это была история Моего восхождения Я просто хотела Сейчас об этом вам Рассказать Иначе я просто Не смогу уже Рассказать это потом Если я буду Что-то вспоминать В процессе монтажа Потому что я хочу Вставить картинки Что вы посмотрели И все Я буду конечно же Вставлять Видео Но надеюсь Этого не произойдет Потому что Я вроде Мне кажется И так рассказала Просто кучу всего Вот И да Надеюсь вам понравилось Это видео Я очень надеюсь Что Если вы когда-нибудь Будете подниматься На эту гору Вы испытаете Те же приятные ощущения Которые я испытала На горе Потому что воздух Потрясающий Виды Потрясающие Вот Людей кстати Было Ну нормально Не могу сказать Что прям Огромное количество Людей Нормальное Может быть Человек 100-150 Ну максимум 200 Это вообще Немного Вот Поэтому я чувствовала Себя там Спокойно И свободно Вот Так что да Я надеюсь Вам понравилось Это видео Напишите Если вы Когда-нибудь Поднимались На гору Батур Вот Гора Вулкан Вот Я буду Очень рада Прочитать Ваши истории Если у вас тоже были какие-то странные истории С гидами Я не знаю Так что вот Хорошего вам дня И спасибо за просмотр Я думала, что я умру сейчас Потому что, блин Подниматься на гору Сейчас покажем Смотрите Все Вот это вот Я прошла пешком Ребята Так Вот вид Сама гора Я думаю, что я выглядела как мертвая Сейчас Смотрите Смотрите А вон там Вот То есть Вот Вот это Я не буду приближать Но Там, короче Вулкан Немножечко Дымит Вот И очень красивый вид Супер Мы, короче Встретили рассвет Вот здесь Вот он был Там Немножко красненькая Вот это Самая высокая гора Здесь То есть Где мы сейчас Вот это вот Это вообще Еще не высоко Ну, короче Вот так вот Очень красиво Прям Я не знаю Как можно подниматься туда Это невозможно Я думала, что я сдохну Пока я сюда поднималась Но это Того стоило Офигеть Вид Офигенный У меня просто нет слов Даже уже Людей, конечно, дохрена Офигеть Продолжение следует... ребят где автофокус я счастлива посмотрите на мое счастливое лицо сейчас мы сделаем фотку мы сфотографировались я очень далеко от своей группы я вообще я вам потом расскажу что вообще было но ребята вид просто вот это как будто это реально блин ну мы в горах вообще очень все супер все круто я не ожидала что так будет я смотрю вниз потому что здесь куча смотрите здесь куча к стать рокс куча камней блин и это офигенно я чувствую себя счастливой но я думаю что я умру пока я сюда шла потому что на самом деле я слабая какая-то слабость в ногах ноги нужно тренировать ребята вот а так здесь супер растения это я не знаю как я сейчас пройду я надела специальные трекинговые блин кроссовки здесь очень сложно идти но очень красиво и я сейчас как будто упаду но как будто и нет как будто и да будто и нет посмотрим я так ужасный свет мне кажется в общем уже вышло солнце я хочу наверное сказать просто такое лирическое отступление что такой и из меня хайкер потому что блин это ужасный свет вот наверху был отличный свет такой себе из меня первопроходец так сказать по поводу подъема на гору или там спуска с горы потому что ребята блин я не знаю может быть это гены германии хуй знает извините за мои корси но я просто я медленно все делаю я делаю все аккуратно им вообще все равно они бегут просто с горы вниз все на убегают что это самое вот я просто такая думаю ладно окей короче покажем смотрите классный видок что они убегают от меня пришла собачка меня навестить давай я хочу тебя погладить иди сюда ну в общем не хочет ладно пока вот прикиньте вот из такого вида вау классный кадр очень классный кадр меня так всегда сначала не подозреваешь а потом вау классный кадр да прикиньте так каждый день подошел сыпаться это просто офигенно я считаю вот это собственно я да я с утра сегодня хорошо выгляжу просто всем привет на фоне петушки там даже коровы были немножечко стрекоз что это стрекозы то что стрекочет цикады вот эти вот но не те которые орут просто как амбулансия ну да вот такое сегодня утро я еще не ела но я уже сделала свою утреннюю медитацию я вам попозже расскажу как я поднималась на батур ну либо я не знаю либо если уже видео будет в моменту смонтировано мной что я все делаю сама у меня очень мало времени здесь нет интернета практически здесь есть очень плохой вай-фай блин и свет очень хороший сейчас то есть нет солнца свет такой рассеянный обожаю что-то я так счастлива сегодня не знаю вчера я очень уставшая была после восхождения на эту гору вот но так вот за свет видите всегда нужна золотая середина вот если видео будет смонтирована я ссылочку оставлю в описании если нет то вот я вам рассказываю что я вчера на батур поднималась вот он там уже все в облаках в тумане мне было очень плохо но в этом я вам расскажу просто хочу сказать что я думаю что взять я думаю что извините я не профессионал что такой опыт должен испытать вообще каждый в своей жизни вот и я просто была в шоке после этого и счастлива на самом деле я сказала гиду что типа это мое первое и последнее восхождение вообще в моей жизни на эти горы все а че теперь я че-то думаю что блин че-то да и вроде еще хочется вот но только не по камням а просто какие-нибудь реально такие изи трекинги но не вот эту потому что мне было очень плохо вот ну я в итоге это сделала но какой ценой ценой того что мне хотелось просто лечь и рыдать потому что мои ноги не именно вот ляшки потому что у меня нижняя часть очень тяжелая в теле мне просто хотелось лечь и рыдать потому что ляшки отказывали вот вот добро пожаловать в деревню на самом деле для меня здесь все деревня по сравнению с большими городами вот но я так хотела вам рассказать про свое небольшое балийское утро в горах климат потрясающий давайте возьмем телефон давайте посмотрим сколько сейчас градусов опять же 3g здесь очень плохо работает мне не комфортно из-за этого что мне нужно работать но в итоге нифига ну вот 21 градус потрясающая температура я уж не забыла что такое 21 градус влажность сколько влажность 86 написано 758 миллиметров ртутного столба визибилити 17 километров видимость видимость 17 километров feels like 22 чувствуется как 22 закат в 18-20 я немножко хрипла я не знаю почему я вроде не особо вчера и громко разговаривала окей с девяти на брови будет дождь сегодня был дождь кстати с утра я проснулась и родители пишут сегодня сегодня какое 22 сегодня 22 ноября меня родители пишут брат написал и родители последнее время мало переписывались потому что интернета у меня нет не могу написать как там землетрясение у вас было землетрясение что у вас случилось ты почувствовала землетрясение я такая какое землетрясение ребят я в горах живу вот но в итоге землетрясение вроде как было достаточно такое сильной люди там пострадали но это было на яви и недалеко от джакарты поэтому я не знаю может на бали не особо то это и ощущалось я спрошу сегодня у своих хостов почувствовали они хоть что-то мне кажется не спали все вот что я проснулась в 5 там было в землетрясение в 5.30 вообще ничего не почувствовала вот поэтому буду дальше созерцать все весь вид красивый и пойду завтракать то что что-то мне хочется кушать в общем и сидела я сейчас и думала как я вам буду рассказывать про свое восхождение на батур возможно с классным видом с классным видом но ведь у меня здесь моя палатка но смотрите смотрите что здесь туман ничего не видно еще и гром короче либо ливанет сейчас либо я не знаю честно понятия не имею что будет но ничего не видно ничего не видно и похолодало прям нормально так но в палатке тепло то есть палатке все супер но видимо уже завтра вам расскажу когда я перееду в новое место как вообще все прошло ну вот это скорее всего будет отдельное видео я не знаю когда все это буду монтировать то что монтировать мне нужно за много и мне нужен хороший интернет чтобы выложить это все но это невозможно потому что интернет здесь ужасный чем такие дела но здесь просто реально туман и не проглядное невозможно ничего увидеть доброе утро ребята мне кажется я сегодня немножко отекла но я недавно проснулась поэтому отек обычно сходит вот этот вот мне уже принесли завтрак в постель чел я просто сказала что я не ем ничего такого я ем фрукты и чувак который здесь батя глава семьи он такой приносит мне иногда немного неспелые фрукты вот сегодня что-то разбудил меня я проснулась раньше я просто лежала уже такая вот и он такой будет просыпайся там облако огромное и я такая что что я думала чего уже опять землетрясение началось ну короче ребята смотрите сейчас мы вам зацените короче там туман вот гора на которой я была и само облако туман вот а там вот еще вот вот здесь вот там еще были молнии уже их нет вот такие дела ну короче да такое доброе доброе утро такому можно уже привыкнуть я уже привыкла к горам и потому что я живу в палатке вот ну слава богу сегодня я переезжаю в новое место вот не знаю как они отреагируют на то что я хочу выехать на один день раньше я думаю что никто не будет мне препятствовать потому что деньги-то им останутся и все норм это еще не что с голосом вот ну ладно буду вставать собирать вещи я уже сделала свою медитацию просто каждый день делаю ее вот ну и да вам доброе утро мне доброе утро и давайте начинать этот день всем доброе утро вот так вот вылезет моя палатка и в общем я надеюсь серьезно в общем я надеюсь вам понравилось это видео только что прозвенел этот поезд господи в общем да я надеюсь вам понравилось это видео я не один не одну неделю его монтировала поэтому напишите пожалуйста обратную связь и увидимся в следующей стране все с баре мы завершили я надеюсь все пока ребят